2 сентября 1972 года. Первый матч легендарной суперсерии между сборными СССР и Канады. К середине второго периода Валерий Харламов оформляет дубль, шокируя местную искушенную хоккейную публику. Концовку игры ознаменовала сирена и мертвая тишина на арене в Монреале. Команда из Советского Союза сенсационно разгромила грозных хозяев льда со счетом 7-3. В тот день на небосклоне мировых звезд хоккея зажглась одна из самых ярких. О 24-летнем советском форварде начал говорить весь спортивный мир. Всем привет! Вы на канале Хоккефил и сегодня, в годовщину смерти Валерия Харламова, мы расскажем вам историю жизни самого одаренного хоккеиста Советского Союза, который прошел сквозь огонь и воду, успел добиться многого в хоккее и покинул нас, так и не повесив коньки на гвоздь. Валерий Харламов, номер 17-й, посылает ворота шведов вторую шайбу. Валерий Харламов родился 14 января 1948 года в семье слесаре-испытателя Бориса Сергеевича и токаря-револьверщицы Кармен Ориве. Да, семья будущей легенды советского хоккея была интернациональной. Его мама Ориве, или как ее звали домашние, Бегония, была босконкой, родилась в городе Бильбао, что находится в Испании. В 1937 году она была вывезена из охваченной гражданской войны родины и эвакуирована в Советский Союз, где воспитывалась в детском доме. Прививать любовь к спорту юному Валерию начал его отец, который сам играл в хоккей за команду завода Комунар, на котором трудился. Вообще, семья Харламова была достаточно спортивной. Помимо хоккея, его отец занимался спидвэем, сестра Валерия Татьяна играла в волейбол. Лишь мама семейства была холодна к спорту, но домочадцы в шутку называли ее главным тренером. Как позже вспоминал сам Валерий Харламов, его отец считал, что занятия спортом помогут Валерию стать крепче и сильнее. Ведь сам будущий хоккеист был достаточно щуплого телосложения, невысок ростом и часто болел. В одном из интервью Татьяна Борисовна Харламова, старшая сестра Валерия Харламова, вспоминала в детские годы будущей легенды хоккея. В детстве он тяжело болел, его даже парализовало. Весной 1961 года у Валерия отнялись левая нога и правая рука где-то на месяц. Были большие опасения, что он останется инвалидом. Врачи сказали, что это детский летучий рифматизм. Валерийка часто болел ангинами. Он вообще был очень слабеньким, когда родился. Вес 2,6 кг. Послевоенные дети все были такие маленькие. Несколько раз он почти умирал. Однажды еще был грудничком и где-то в годик его положили в больницу. И в один из приходов родителей маме говорят, готовьтесь, не вытянем. В 1962 году Борис Харламов втайне от жены отвел сына на летний каток и записал его в хоккейную секцию. Затем он же привел Валерия Харламова в школу ЦСКА, куда принимали детей 1949 года рождения. Валерий был старше. Однако, благодаря своему субтильному телосложению, легко смог ввести в заблуждение второго тренера ЦСКА Бориса Кулагина. На просмотре было несколько десятков мальчиков, мечтавших попасть в школу великого армейского хоккейного клуба. Однако, единственной, кому улыбнулась удача в тот день, был именно юный Валерий Харламов, которого приняли в группу к тренеру Вячеславу Тазову. Не прошло много времени, как обман с возрастом все же всплыл, но отчислять юного хоккеиста никто не стал. Уж больно Валерий понравился тренером команды. Харламова перевели в другую группу к тренеру Андрею Старовойтову. Хорошо, хоть что не стали переписывать. За юношеские команды ЦСКА Валерий Харламов играл 5 лет. И если отец юного форварда любил хоккей всей душой, то мать будущей звезды относилась к этому виду спорта с прохладой и не разделяла пристрастия своего супруга и сына. Позже Валерий вспоминал, как его мама не любила смотреть игры, всегда негодовала свисту с трибун в те моменты, когда Харламов ошибался на льду. В 1967 году Валерий ярко проявил себя на финальном турнире молодежного чемпионата СССР, который проходил в Минске. К тому моменту тренеры Харламова не раз рекомендовали Анатолию Тарасову привлечь юного форварда к тренировкам с первой командой. Однако мэтр тренерского цеха отказывался, считая, что при росте в 173 сантиметра Валерий Харламов будет бесполезен в его команде. Да и в целом Анатолий Владимирович в первое время не видел в нападающем больших спортивных задатков. Но это только в первое время. После того самого яркого турнира в Минске Валерию Харламову прямо на вокзале объявили, что ждут его на тренировках с первой командой ЦСКА. Летом 1967 года Валерий прошел первые полноценные сборы под руководством Анатолия Тарасова, а в октябре того же года дебютировал за основной состав московских армейцев в игре против Новосибирской Сибири. В той игре результативных баллов Валерий Харламов не набрал. До ноября он больше не выходил на лед в составе ЦСКА, а затем и вовсе был отправлен набираться опыта в Чебаркульский хоккейный клуб «Звезда». То была армейская команда Уральского военного округа, выступавшая во второй лиге. Период в Чебаркуле стал для Валерия Харламова переломным моментом в карьере. Он должен был показать себя во всей красе и воспользоваться своим шансом на все 100%. Руководивший в то время звездой тренер Владимир Альфер позже рассказывал, что получил очень строгое указание от Анатолия Тарасова предоставить Харламову все условия для ежедневных трехразовых тренировок. Более того, Валерий должен был проводить на льду 70% игрового времени матчей, вне зависимости от того, как складывался тот или иной матч для «Звезды». Время, проведенное в «Звезде», стало во многом определяющим для Валерия. Во всем мире Харламова знают как выдающегося форварда московского ЦСКА, но мало кто делает акцент на том, что становление будущей легенды, по большому счету, началось именно в Уральской команде. На территории постсоветского пространства Чебаркульский период жизни Харламова стал широко известен после выхода фильма «Легенда 17», а для самого небольшого города тот год, в течение которого Харламов играл за местную команду, стал исторически значимым периодом. По воспоминаниям местных жителей, воочию лицезревших игру «Валерия за звезду», матчи команды проходили на открытом льду, и даже при температуре в минус 40 градусов каток, рассчитанный на 5000 зрителей, переполнялся и собирал 7-8 тысяч болельщиков, которые приходили посмотреть на Валерия Харламова. В том сезоне Валерий Борисович забросил 34 шайбы в 40 играх, и опять-таки, со слов очевидцев, после последней игры в составе звезды весь стадион провожал своего кумира бурными аплодисментами, а партнеры по команде выносили Валерия с площадки, торжественно подняв того на руки. Кстати, в 1983 году в школе номер 6 города Чебаркуль был открыт музей Валерия Харламова стараниями местного учителя истории Эрнста Николаевича Иванова. Этот музей функционирует до сих пор, в нем можно посмотреть эксклюзивные материалы, документы и даже вещи самого хоккеиста. Передача! Харламов! Опережает соперник рукой с бородом! Просток! Боу! Боу! Владимир Альфер оказался под большим впечатлением от игры молодого форварда и остался доволен его выступлениями, о чем и доложил Анатолию Тарасову. Вскоре 8 марта 1968 года Валерий Харламов вернулся в первую команду ЦСКА, где в тот же день приехал на тренировку. Однако закрепиться в основном составе московских армейцев Валерию Харламову удалось не скоро. Это случилось лишь в следующем сезоне, а зимой 1968 года молодого форварда вызвали во вторую сборную СССР, чтобы принять участие в международном турнире, проходившем в Москве. После то первенство получило название «Турнир на призы газеты «Известия». В той команде, как и в ЦСКА, Харламов играл в одной тройке с Владимиром Петровым и Борисом Михайловым. Сейчас эта тройка, безусловно, культовая, и в исторической ретроспективе с ней может сравниться лишь русская пятерка из Детройта. Но в то время молодые форварды только наигрывали данное сочетание и нащупывали связь внутри звена. И это получилось у партнеров по атаке весьма неплохо. Вскоре и Михайлов, и Петров, и Харламов получили вызов в первую сборную Советского Союза, где продолжили играть в одной тройке нападения. Тройка Михайлов-Петров-Харламов появилась не в одночасье, а создавалась несколько лет. Первым из них в главной команде ЦСКА появился Борис Михайлов. Затем, в 1967 году, в основу армейцев прибыл Владимир Петров. А уже потом к ним присоединился ключевой элемент ударной тройки – Валерий Харламов. Каждый из этих нападающих был по-своему хорош. Владимир Петров был очень развит физически и всегда с удовольствием шел в силовую борьбу. Борис Михайлов был прирожденным снайпером и забрасывал больше всех шайб ворота соперников, в то время как Валерий Харламов стал настоящим диспетчером звена, организовывая для партнеров голевые моменты, отдавая выдеренные передачи и демонстрируя нетипичный для того времени хоккейный дриблинг. Впервые эта тройка появилась на льду 30 октября 1968 года, сразу же после того, как ЦСКА с минимальным и сухим счетом уступили Горьковскому торпедо. Интересный факт – тот матч стал первым за пять лет, в котором московские армейцы ушли со льда, не забросив ни одной шайбы в ворота соперника. Сам Валерий Харламов рассказывал о великолепном уровне взаимопонимания между партнерами по звену, говоря, что они предугадывают действия друг друга даже не с полуслова, а с полубуквы. «Я знаю, что они могут предпринять в то или иное мгновение. Догадываюсь об их решении, даже если они смотрят куда-то в другую сторону. Точнее, не столько знаю, сколько чувствую, и потому в то же мгновение мчусь туда, где ждет меня шайба. Лишь переглянувшись, мы сразу же находим устраивающее всех решение. Потеряв шайбу, знаем, кто должен бежать на помощь защитникам. Знаем, когда партнер устал, знаем, кому вступить в борьбу, кому атаковать игрока, владеющего шайбой». Более того, Михайлов, Петров и Харламов были не просто прекрасной тройкой нападения. Они и за пределами льда стали очень близкими друзьями. О чем Валерий не раз вспоминал и с теплотой рассказывал о своих партнерах по звену, какими они были в жизни, за пределами хоккея, и как много времени Михайлов, Петров и Харламов проводили вместе. Через пару лет после воссоединения великолепной тройки в ЦСКА Валерий Харламов становится одним из ведущих хоккеистов Советского Союза. В чемпионате СССР в сезоне 1970-71 он забросил 40 шайб ворота соперников, став лучшим снайпером турнира. Тогда же, в 1971 году, Валерий забросил одну из решающих шайб в последнем матче чемпионата мира, которая помогла настоящей красной машине победить сборную Швеции и взять золотые медали. Но были моменты, когда Харламов играл и с другими партнерами по звену. Например, перед началом Олимпийских игр 1972 года в Саппоро Анатолий Тарасов решил перевести Валерия в звено к Анатолию Фирсову и Владимиру Викулову. Судя по всему, Харламов особой разницы не ощутил. Он блестяще сыграл с новыми партнерами по атаке, став лучшим бомбардиром Олимпийского хоккейного турнира. Два хет-трика, 9 голов и 7 голевых передач Валерия Харламова стали большим подспорьем для итоговой победы сборной Советского Союза на той Олимпиаде. Впереди была легендарная суперсерия между сборными Канады и Советского Союза. Это был первый подобный турнир. До 1972 года восьмиматчевые серии между этими соперниками не практиковались. Четыре игры были запланированы в Канаде, еще четыре — в Москве. Представители канадской сборной с пренебрежением относились к своему будущему сопернику, практически не изучая игру подопечных Анатолия Тарасова. Сборная Советского Союза проводила товарищеские игры против команды ЦСКА и, по воспоминаниям очевидцев, получила установку играть в полсилы на глазах у двух канадских наблюдателей — тренера Джона Маклеллана и инспектора клуба Торонто Боба Дэвидсона. Харламов и компания катались как представители юношеского хоккея. Третьяк то и дело пропускал легкие шайбы. В глазах представителей канадской сборной разгром команды СССР был делом предрешенным. Они даже не изучали записи сыгр с предыдущих крупных турниров, в чем была их роковая ошибка. Та же сборная Чехословакии перед мировым первенством 1971 года проводила специальные тренировки по нейтрализации звена Харламов, Мальцев, Викулов. Канадцы же махнули на это дело рукой, будучи безусловно уверенными в своем безоговорочном превосходстве над соперником. Обернулось такое шапкозакидательство для канадцев не самым лучшим образом. Главная ценность суперсерии для нашей команды и нашего хоккея и так понятна, но настоящим открытием она стала именно для родоначальников хоккея. Как же так? Неужели где-то еще умеют играть не хуже нас? Вот как вспоминал этот переломный момент в сознании всей канадской системы легендарный вратарь Кен Драйден. Эта серия, несомненно, является самым важным моментом в истории хоккея. Не в истории канадского хоккея, а всего хоккея. До момента суперсерии хоккей определенно был нашей игрой. Мы были его основоположниками, теми, кто его развивал, были лучшими в мире. Наш путь был путем хоккея. Другие могли играть иначе, но это их проблема. Играть по-другому против нас означало проиграть. Но в той серии советская команда показала, что есть другой способ играть и другой способ подготовки к игре. То, как советы играли, просто открыло нам глаза. Конечно, потребовалось некоторое время, чтобы эти глаза раскрылись полностью, но после этой серии люди начали думать о тренировках по-другому. О тренировках мне льда и об их ценности. О тренировках на льду, где отрабатываете передачи и шаблоны, по которым вы играете. Раз есть второй способ игры, значит есть и пятый, и десятый. Что было дальше, многие помнят. В стартовой игре вся Канада была ошарашена разгромом от команды СССР со счетом 7-3, а уникальная техника и скорость Валерия Харламова ввели грозную дружину кленового листа в ступор. Вот как рассказывал о личном опыте игры против советского форварда канадский защитник Жан-Клод Трамбле. Когда мы с Пэтом Степлтоном откатывались назад, я был спокоен. Ни один форвард НХЛ не рискнул бы вклиниться между нами. Без ложной скромности скажу, что менее опасно очутиться между двумя жерновами, чем между нами. Однако этот русский нападающий понесся прямо на нас. Что было потом? Я видел, что форвард собирается обойти меня с внешней стороны, слева. Степлтон, как потом выяснилось, заметил прямо противоположное. Мол, русский хочет обойти его справа и тоже с внешней стороны. Когда же мы разъехались ловить каждый своего Харламова, тот проскочил между нами. И я по сей день не пойму, как он оставил нас в дураках. Но одно я знаю точно, другого такого игрока нет. Порция заслуженной похвалы в адрес Валерия Харламова досталась и от легендарного капитана Филадельфии Бобби Кларка. По итогу суперсерии канадская команда одержала 4 победы. Сборная Советского Союза победила трижды и еще одна встреча завершилась в ничью. Главным же итогом того турнира стало переосмысление канадцами своих возможностей и полнейший восторг мирового хоккейного сообщества от игры новой молодой суперзвезды Валерия Харламова. После того турнира Харламова признал весь мир. А все тот же вратарь Кен Драйден вспоминал. Валерия Харламова Харламов в суперсерии не играла вместе, но все равно к каждому из них, а уж особенно к игроку под номером 17, было пристальное внимание. Валерия Харламова били и прессовали на каждом участке льда, при каждом его появлении на площадке. В первых пяти играх случилось две ничьи, две победы команды Кулагина и один выигрыш канадской сборной. Матч под номером 6 запомнился не только победой команды Советского Союза, но и грязным поступком со стороны легенды канадского хоккея Бобби Кларка. Он целенаправленно шел вырубать российского суперфорварда, рубанув Валерия Харламова клюшкой по ноге. Спустя годы помощник тренера канадской сборной Джон Фергюсон признался, что Бобби Кларк действовал с его подачи. Фергюсон говорил, что с Харламовым надо было что-то делать, ведь Валерий просто уничтожал их на льду. Автор победного гола в суперсерии 1972 года Пол Хендерсон назвал тот поступок канадского тренерского штаба и лично Бобби Кларка непорядочным и нечестным. Если бы Кларк вырубил Харламова чистым силовым, это было бы честно. Но он намеренно пошел его убивать. Это непорядочно, такому не место в хоккее. Для меня это то же самое, как застрелить кого-то в коридоре. Кларк, пожалуй, был единственным игроком в нашей команде, который мог на такое пойти. У нас было много жестких ребят, но они бы скорее пошли в открытую борьбу, смотрели бы тебе в глаза и вели в нос. Вряд ли бы кто-то из них стал бы нападать из засад. Валерий Харламов доиграл тот матч на уколах, пропустил игру под номером 7, а на финальную встречу вышел только после долгих уговоров со стороны тренерского штаба. Выглядел он бледной тенью самого себя. Команда СССР уступила в последнем матче 5-6, пропустив три безответные шайбы в третьем периоде. И, по сути, сама отдала успех во всей серии в руки кленовых листьев. Решающая шайба в восьмом матче влетела в ворота Владислава Третьяка за 34 секунды до финальной сирены. Да и сам Бобби Кларк уже после окончания карьеры сожалел о содеянном и высказывался о своем сопернике очень лестно. Я проникся таким уважением к этому великому форварду русской команды, что стыжусь тех минут, когда доставлял ему боль. Но другими способами остановить Харламова мы просто были не в состоянии. Эти слова двукратного обладателя Кубка Стэнли и трехкратного обладателя Хард Трофи говорят сами за себя. Кстати, спустя годы источники, близкие к игроку, подтверждали, что нападающему поступило предложение из НХЛ размером в 1 миллион долларов после первой же игры суперсерии, в которой Валерий забросил два гола. По словам отца Валерия, Бориса Харламова, его сын всерьез раздумывал над предложением из-за океана. Но в итоге принял решение остаться на родине. Валер, а может все-таки подумаешь насчет Канады? Поиграешь, денег заработаешь, мир посмотришь. Тут и бегония поддержала. А вправду, сынок, почему не попробовать? Валера прервал нас на полусловия. Да я бы с огромным удовольствием там поиграл. Только поймите, если рвану туда, вам здесь житья не будет. Сгноят вас. Закопают. Разумеется, выступление за ЦСКА в советский период давало определенные преимущества, но в то же время накладывало и множество ограничений. ЦСКА, как всем известно, был ведомственным клубом Министерства обороны, а потому игроки армейцев фактически переставали быть обычными гражданами СССР. Об отношении Харламова к этому впоследствии очень точно вспоминала его сестра Татьяна. Все эти военные звания, все эти привилегии советского времени брат не воспринимал как задел на будущее или как гарантию безбедной жизни после окончания спортивной карьеры. Он карьеризмом вообще не страдал, абсолютно. Да и молодой еще был, не задумывался всерьез над всеми этими житейскими проблемами. Скажу больше. Само офицерское звание, то, что он являлся кадровым военным, нещадно и с каждым годом все болезненнее тяготило его. Тяготило из-за того, что не мог съездить в Испанию. Вообще, по тем порядкам не имел права выехать за пределы Советского Союза как обычный гражданин. А вот защищать спортивную честь Родины, не щадя живота своего, это разрешалось. Следующим большим успехом Валерия Харламова стало олимпийское золото в австрийском городе Инсбурке в 1976 году. В финальном турнире игр сборная Советского Союза одержала 5 побед в 5 играх, разница забитых и пропущенных шайб по итогу достигла показателя плюс 29, 40 забитых, 11 пропущенных. Но это был не последний успех Валерия в том году. Спустя несколько месяцев после Олимпиады Харламов в возрасте 28 лет женился на 19-летней Ирине Смирновой, с которой ранее познакомился в ресторане «Россия». Студентка Ирина была далека от мира спорта и не узнала в познакомившемся с ней парне мировую звезду хоккея. Более того, Валерий сам сказал Смирновой, что работает в такси. В тот вечер он предложил подвезти ее до дома на «Волге». Номера у «Волги» были, кстати, блатные и очень подходящие для Харламова – 0017. Правда, о настоящем Харламова всплыла только тогда, когда Ирина увидела Валерия по телевизору. Вскоре, когда выяснилось, что пара ждет первого ребенка, Валерий и Ирина решили узаконить свои отношения. На тот момент уже состоялся провальный для сборной СССР чемпионат мира в польском Катавице, где красная машина провалилась по всем статьям. Как вспоминал партнер Харламова Александр Мальцев, Валерий после того чемпионата мира обмолвился, что очень устал и хотел бы отдохнуть. Те слова оказались пророческими. Вскоре Валерий Харламов с женой попали в автомобильную аварию. Оба остались живы, однако голеностоп правой ноги нападающего буквально пришлось собирать по кусочкам под микроскопом. Восстановление Харламова затянулось на полгода. Налет легенда под номером 17 вернулась лишь в ноябре 1976 года в матче против Крыльев Советов. На четвертой минуте встречи Харламов забросил шайбу в ворота Александра Сидельникова, и этому голу аплодировали даже соперники. Настолько значимым было возвращение на лед лучшего хоккеиста Советского Союза. В 1978 и 1979 годах Валерий Харламов выиграл еще два чемпионата мира в составе сборной СССР. Количество титулов чемпиона мира для Харламова выросло до восьми. В 1980 году сборная Советского Союза поехала на Олимпиаду в город Лейк-Плесид, США. Валерий Харламов также был в составе той команды. В финальном турнире игр за места с первого по четвертое сборная Советского Союза уступила команде хозяйки турнира, в итоге оставшись лишь серебром. То была последняя Олимпиада Валерия Харламова, но никто об этом еще не знал. То поражение от молодых американцев стало настоящей катастрофой для советского хоккея. Безусловно, в опытных игроков сборной полетели все шишки. Вскоре Михайлов завязал с хоккеем, а Петрова с Харламовым начали использовать в разных звеньях. По сути, после той Олимпиады и завершилась история легендарной тройки. В 1981 году Валерий Харламов объявил, что этот год станет последним в его игровой карьере. Он стал чемпионом СССР в одиннадцатый раз, выиграл Кубок Европейских Чемпионов, став лучшим игроком того турнира. Но оставалось уйти красиво, выиграть Кубок Канады в августе того же года. Однако, судьба распорядилась иначе. Весной 1981 года главный тренер сборной СССР Виктор Тихонов объявляет состав команды на турнир в Канаде, в которой сенсационно отсутствует фамилия Харламова. Ходит много слухов и споров вокруг того решения, какие причины повлияли на такой выбор великого хоккейного тренера. Однако, факт остается фактом. Несмотря на многочисленные уговоры партнеров Харламова по сборной, Тихонов был непоколебим. В августе 1981 года Валерий не полетел в Канаду, а остался в Москве. Это и предрешило его судьбу. Позже наш прославленный защитник Вячеслав Фетисов о том непростом моменте в жизни Харламова будет вспоминать. Валера тренировался неистово. Он был в прекрасной форме и чувствовалось, что очень ждал турнира такого высокого ранга, понимая, что он станет последним для него. Мы паковали чемоданы, как вдруг Тихонов вызвал к себе Харламова. Через полчаса Валера вышел из тренерской, ничего не объясняя, он пожал ребятам руки, что-то пролепетало по обеде, развернулся и уехал. Как потом выяснилось, Тихонов отцепил Харламова за какое-то прошлое нарушение режима. Спустя много лет, в 2009 году, уже сам Виктор Тихонов пролил свет на то свое решение, поделившись воспоминаниями в интервью. В 1981 Харламову стукнуло 33. У него к тому моменту были напрочь разворочены голеностопы. Валерка-то обыгрывал всех на льду за счет своих подвижных голеностопов. Если ЦСКА он бы помог даже в таком состоянии, то в сборной уже терялся. Он и сам это осознавал. Накануне отъезда в Канаду мы разговаривали в бане. Валер, да ты не обижайся. Виктор Васильевич, я все понимаю, никаких обид. Вы же меня сроду не наказывали, хотя часто по пьянке прокалывался. Но вернемся к событиям, которые случились после отстранения Валерия Харламова от сборной. 26 августа 1981 года Валерий с семьей был на даче в подмосковной Покровке, куда, расстроенный последними событиями, решил поехать, дабы отвлечься и отдохнуть. В тот вечер по телевизору объявляли состав сборной СССР на грядущий Кубок Канады. Фамилии Харламова там не было, хотя игрок до последнего надеялся. Затем бессонная ночь и ранний выезд. На следующий день, утром 27 августа, Валерий Харламов с женой и ее двоюродным братом Сергеем попал в ужасную автокатастрофу на 74-м километре Ленинградского шоссе по пути сдачи. Сперва за рулем был сам хоккеист, но в какой-то момент передал управление Волгой своей жене Ирине, не самому опытному водителю. Доподлинно известно, что в тот день дорога была мокрой и скользкой после дождя. К тому же на том участке дороги шел ремонт полотна. Автомобиль подскочил на дорожной неровности, Ирина потеряла управление, и машина вылетела на встречную полосу, прямо под грузовик. Все трое получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Удивительные хитросплетения судьбы связали Харламова и автомобили. Он едва не родился в машине отца по пути в роддом. После аварии в 1976 году он чудом получил вторую жизнь, а еще через пять лет автокатастрофа забрала Валерия Харламова навсегда. Прощание с Харламовым прошло 31 августа. Сборная СССР тогда уже была в Виннипеде и не смогла присутствовать на церемонии. Бывшие партнеры Харламова в финале разнесли хозяев турнира канадцев со счетом 8-1 и посвятили победу в турнире в памяти легендарного форварда, товарища и друга Валерия Борисовича. У Валерия Харламова и его жены Ирины осталось двое детей. Сын Александр и дочь Беганита, опекунство над которыми взяла мать Ирины, Нина Васильевна. На момент трагедии детям было 6 и 4 года соответственно. Нам тоже хотелось выскочить на лед и обнять Валерия Харламова. Валерий Борисович Харламов, его жизнь и карьера оставили большой след в истории советского спорта. Его истории, его игрой любители хоккея восхищаются и по сей день. В культурном наследии нашей страны нападающий также оставил свой след. Помимо вышеупомянутого музея в Чебаркуле, естественно, нельзя не упомянуть нашумевший в свое время художественный фильм «Легенда номер 17», снятый по мотивам жизни Валерия Харламова, рассказавший историю жизни игрока от игры за звезду до первого матча легендарной суперсерии 72 года. Да, фильм вызвал немало споров вокруг правдивости некоторых показанных в нем эпизодов, да и хронология внутри произведения местами расходилась с реальным положением дел в жизни Харламова. Однако, в целом, фильм был тепло принят зрителями и собрал в прокате внушительную кассу. Также в 2017 году в Аллее Славы Лужников был торжественно открыт памятник, посвященный Валерию Харламову. Но, пожалуй, самый известный монумент находится там, на 74-м километре Ленинградского шоссе. 500-килограммовая шайба из мрамора. Здесь погасла звезда русского хоккея. Летом 2022 года также в Москве была открыта детская хоккейная академия имени Валерия Харламова. Создателем академии стал сын легендарного нападающего Александр Валерьевич Харламов. Кстати, старшим тренером в академии стал представитель другой прославленной хоккейной династии Алексей Крутов, сын Владимира Крутова. Именем Харламова назван дивизион континентальной хоккейной лиги, главный трофей молодежной хоккейной лиги, а его 17-й номер навсегда закреплен в ЦСКА и сборной России. Добился признания Харламов и за океаном, где так и не сыграл. В 2005 году его ввели в зал хоккейной славы в Торонто. Из игроков, не выступавших в НХЛ, такой честь удостаивались только Харламов, Владислав Третьяк и Александр Якушев. В заключении рассказа об истории жизни великого советского форварда Валерия Борисовича Харламова хотелось бы процитировать слова Анатолия Тарасова, легендарного тренера, по сути подарившего нам такого Харламова, которого мы знаем, ценим и помним. Какие бы звезды и среди соперников, и среди партнеров не окружали Харламова на льду, он оставался сильнейшим среди сильнейших, первым среди равных. Валерий Харламов не знал своего величия, вернее не хотел знать, не хотел ничем выделяться среди товарищей партнеров, даже от капитанской повязки, а мы и тренеры, игроки предлагали ему ее не раз, отказывался, предпочитая оставаться, как говорят психологи, неформальным лидером. Эти слова исчерпывающе точно описывали величие легенды номер 17. Сегодня 42 года, как с нами нет Валерия Харламова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok